Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Я сейчас... Наверное, мой доклад будет дополнением к двум предыдущим докладам, потому что так вышло, что мы тут все об одном говорим, о реабилитации, адаптации, психологической коррекции состояния стомированных больных. Ну, может быть, в моем докладе будут чуть иначе расставлены фокусы, внимание. Давайте будем смотреть. Итак, поговорим об особенностях адаптации стомированных пациентов. И мы все знаем, что у нас психологическая реабилитация – это, по сути, процесс восстановления психического функционирования в условиях лечения и заболевания. И, соответственно, наша задача – содействовать адаптации пациента к процессу лечения заболевания новому образу жизни. То есть мы говорим о психической адаптации, социальной адаптации. Это два компонента, о которых я сегодня подробнее чуть расскажу. Значит, конечно, было организовано короткое исследование в медицинкологии Петрова, в которое вошли 62 человека. В основном у нас выборка распределилась, что 59% составили женщины, 41% мужчины. Возраст средний по выборке. Пациенты брались в предоперационный период для адекватного информирования о психических состояниях, о стоме и так далее. И методы, которые были использованы, они представлены на слайде. Я на них останавливаться не буду. И когда мы говорим о социально-психологической адаптации и изучаем, собственно, эти процессы и коррекцию состояния онкологических больных, мы говорим о том, что самым большим процентом сложностей являются утраты социально-ролевых функций у пациентов со стомами. И это сопровождается переживанием вины и стыда не только за утрату, например, контроля за физиологическими функциями, но и за то, что абсолютно полностью меняется функционирование пациента. И он не хочет этого. Он хочет функционировать так же, как он до этого функционировал. Он не может на это повлиять. И в связи с этим испытывает вину так, как будто бы это из-за него или это потому, что он такой. Он не может функционировать по-прежнему. И он даже не может взаимодействовать со своими близкими, с друзьями, с коллегами по работе, потому что не знает, как себя поведет стома, какие она будет издавать звуки, как может проводить время пациент с другими людьми, с застолья и так далее. И, соответственно, это приводит, как уже было сказано, к самоизоляции, к разного рода социальным ограничениям. То есть многие пациенты в предоперационный период пугаются, могут даже пытаться там отказываться от оперативного лечения, потому что считают, что будут очень сильно социально ограничены. И, конечно же, здесь большая проблема – это информирование пациентов, потому что сами пациенты в ситуации различного рода психических реакций, связанных с диагностированием заболевания, просто пока не способны сформировать те вопросы, которые им бы помогли изначально запустить процесс адаптации. Потому что, когда у пациента нет вот этого информационного вакуума, ситуация для него более-менее определена. То есть он хотя бы может понимать, как изменится его образ жизни, как он будет функционировать, и что он для этого может сделать. И когда у нас это информирование проседает, конечно, пациент остается наедине с собой и со своими фантазиями. И очень часто близкие друзья, там, родственники, коллеги пытаются пациенту помогать и переживать эту ситуацию. Они могут там приводить примеры других стомированных пациентов, они могут говорить, что все хорошо бы, что ничего не поменялось и так далее. Но, к сожалению, пациент это может воспринимать просто как обесценивание своей ситуации, переживаний, ну, что будет приводить к конфликтности в отношениях с близкими, нарушение коммуникации и, к сожалению, изоляции. То есть мы часто наблюдаем, что пациенты в основном переживают депрессивные реакции, ну, там, осложненные переживанием вины и стыда, и, к сожалению, меньше идут на контакт с близкими, меньше рассказывают о своих переживаниях, что, конечно же, приводит к усилению напряжения эмоционального. И мы встречаем в дальнейшем различного рода, вот, например, реакции алекситимии среди данных пациентов, которые способны формировать самотоформные реакции, там, соматизированную тревогу мы можем часто встречать, которая будет связана с попыткой выразить какое-то переживание и с невозможностью выразить это переживание, потому что есть опасения того, что оно будет обесценено или что пациент будет непонят. Ну, то есть коллеги уже сегодня об этом говорили, я останавливаться не буду. И очень часто мы встречаем среди особенностей психического реагирования у стомированных пациентов дисморфофобию. То есть меняется образ тела пациента, меняются границы тела. И это работа не только тела, но и работа психики, потому что образ тела сформирован, пациент со своим телом с самого рождения, тут в нем что-то изменилось, и это изменение становится частью его границ. И пока что непонятно, как с ним функционировать. И если мы будем говорить про качество жизни пациентов, то мы будем замечать, например, что в целом общее качество жизни снижается у пациентов, но у женщин качество жизни значительно ниже, чем у мужчин. То есть достоверное снижение вообще-то по всем шкалам. Вот мы взяли те шкалы, которые более выражены, то есть у нас здесь, как видно, страдает общее качество жизни, социальное и ролевое функционирование. И в выборке женщина демонстрирует значительно ниже показатели, чем мужчины. И здесь большой фактор, который снижает качество жизни, это сексуально-социально-ролевое функционирование женщины. И, соответственно, как я уже сказала, и среди факторов, которые влияют на качество жизни, у нас помимо женской сексуальности, в женской части выборки, в целом по выборке, это адекватное информирование пациентов. Соответственно, если пациент не информирован, он начинает совершать какие-то действия, которые, как ему кажутся, правильными, он может ограничивать себя в еде, он может ограничивать себя в нагрузках, или, не знаю, в контактах, он может спать в каком-то одном положении, которое, как ему кажется, более удобно для него, чтобы не повредить стому, или чего-то еще, и он может изолировать себя и выходить на улицу только там крайним вечером, когда людей мало, и так далее. И здесь требуется адекватное информирование как со стороны психолога по поводу, возможно, психических реакций, так и со стороны лечащего врача по поводу стомы. Ну, если есть стома терапевта, это вообще прекрасно. И, конечно же, рекомендации врача ЛФК по поводу двигательной активности. Очень важно говорить о социальном функционировании пациента, потому что такие вопросы, как я буду в спортзале, как я буду в бассейне, на пляже, там, с друзьями, на велосипеде и так далее, это очень важная история, потому что это часть досуговой деятельности, часть функционирования пациента, которая, соответственно, если присутствует, то значительно снижает как уровень там тревожных реакций, депрессивных реакций, так и, соответственно, дезадаптацию. И ведет к тому, что пациенту нет смысла изолироваться, потому что он знает, как функционировать со своей стомой. Если мы будем говорить про процесс психологической реабилитации, то он ничем не отличается от того, что коллеги озвучили, и состоит там стандартность четырех этапов обычно. На первом этапе мы занимаемся информированием и предоперационной подготовкой, потому что очень важно начать сопровождать пациента в предоперационном этапе. Особенно часто к нам могут попадать пациенты, которые сомневаются в том, чтобы соглашаться на операцию, как я уже сказала, и тогда с этими пациентами ведется беседа о том, как они, собственно, себе представляют жизнь после операции. И, как правило, там есть очень много фантазмов пациента. И эти фантазмы в основном о том, что стома может постоянно протекать, что у пациентов в стоме может быть оформленный, например, кал. Пациенты могут и так фантазировать, что она будет гигантская, она не будет никуда помещаться, ее никуда не спрятать, что все будут ее замечать, все будут ее видеть. И, соответственно, еще нет никакой стомы, а уже есть столько стыда по поводу этой стомы, что как будто бы там, не знаю, уже эта операция проведена, и пациент уже дезадаптирован, и уже не знает, как с этим жить. То есть пациент крайне напуган уже своим фантазмом о том, как он будет функционировать со стомой. У пациентов также присутствует фантазия заболевания. Часто ведь мы можем слышать о том, что если на заболевание хронического характера оно не лечится, тогда зачем я должен так страдать со своим измененным качеством жизни, если эта жизнь все равно завершится. И это очень сложный вопрос. И вопрос вообще, когда пациент приходит с запросом почему-то к психологу «ставить мне стому или не ставить», как бы перекладывая ответственность на психолога. Конечно, это вопрос этики. Мы не можем говорить «конечно, ставь стому, это же речь о твоей жизни». И мы не можем говорить «не ставь». То есть все, что мы можем здесь помогать пациенту, взвешивать все факторы, которые для него за и против. И да, к сожалению, бывает такое, что пациенты могут отказываться от операций. И такое бывает, к сожалению, и у молодых пациентов. Но здесь мы не можем их принуждать к чему-то. И психология не работает, наверное, так, что мы причиняем всем добро. Если пациент взрослый, он принял такое решение, да, оно может повлечь за собой последствия и, пожалуй, довольно неблагоприятные и тяжелые. Но это его выбор. И, значит, когда мы говорим об информировании, во-первых, очень важно делать совместно с лечащим врачом, насколько это возможно. И очень важно помогать формировать пациенту вопрос, лечащему врачу, о стомии, об изменениях образа жизни. И, соответственно, в дальнейшем, когда мы разбираемся с представлениями пациента, мы начинаем собственное там информирование с точки зрения психологии. Мы рассказываем о том, какие реакции могут быть в период адаптации. Пациенту будет тревожно, страшно, что он будет не понимать иногда, что с ним происходит. У него будут новые телесные ощущения, с которыми придется познакомиться. Он будет тревожиться, у него будет нарастать напряжение, у него будет реагировать кишечник на это, и, соответственно, будет как-то себя ввести желудочно-кишечный тракт. Мы помогаем пациентам отреагировать реакцией в этом периоде и формируем свою зону ответственности. То есть, ну, за что ты отвечаешь вот на этом периоде, каково твое решение. И, конечно же, формируем отношение к болезни. И если в рамках исследования посмотреть, о чем хочет знать пациент, какие пациент хочет задавать вопросы лечащему врачу, то основной большой вопрос пациента – это как устроен и как функционирует стома. То есть, такой простой вопрос, я думаю, на который знают ответы врачи, и который значительно снижает тревогу пациента, потому что он просто знает, как будет работать его новый орган, который раньше был внутренним, а теперь внешний. Это для них крайне важно. Им важно знать, что им можно со стомой делать, чего им со стомой нельзя делать. А как им, чего это делать со стомой, они уже могут спрашивать у стомотерапевт, спрашивать у психолога и так далее. И простое информирование значительно снижает тревогу, повышает комплайтность, доверие к лечащему врачу и снижает риск изоляции. Это крайне важный этап в коррекции пациента. И следующий этап – это психологическая коррекция, он уже более плотно проводится в послеоперационном периоде, где мы оцениваем состояние пациента и рассматриваем те проблемы, которые у него возникают при адаптации к стоме. То есть, когда он ее впервые увидел в послеоперационном периоде, он впервые пытается ее менять, когда его инструктируют о том, как ее менять, какие виды бывают, если это рассказывают. И когда мы говорим про адаптацию к стоме, у нас здесь, соответственно, есть две стороны – это социальная адаптация и психическая адаптация. Вот с правой стороны слайда представлена информация про социальную ролевую вовлеченность, социальная адаптация. И есть очень много материала для стомированных пациентов, но, к сожалению, на русском языке их не так много, но, тем не менее, они есть. И пациенту очень важно знать, как им, например, одеваться. Есть материалы, на которых представлены способы ношения стомы. То есть, в свободной одежде на размер больше, в купальнике, в юбке, для мужчин, для женщин, как спать со стомой и так далее. Есть разные виды стомы, есть даже разное оформление стомы для того, чтобы там их можно было носить не под одеждой, а сверху их, чтобы она была видна. То есть, все это довольно важно знать пациенту. И об этом мы его информируем. И, соответственно, когда мы говорим о психической адаптации к стоме, мы занимаемся очень многими сложными вещами. Такими, как преодоление дисморфофобии, то есть формирование нового образа тела. И образ тела, он будет теперь включать стому. И новый, условно, новый орган, который у пациента появляется, с которым он знакомится, и который он пытается принять, очень часто через реакции раздражения, обиды, стыда, вины. Но это важные реакции, и пусть они будут, потому что лучше пациент переживет эти реакции, а потом начнет принимать сначала стому, потом тело, потом это будет частью его личности и его функционирования. Чем он сразу будет делать вид, что ему безразлично, а потом мы найдем его в депрессии и в изоляции. Также очень важным фактором является отношение к себе. Не только к стоме, а к себе в целом. К себе как к болеющему, к себе как к страдающему, к себе как к способному получать удовольствие. То есть, к себе функционирующему очень по-разному. И здесь мы можем встречать среди отношения к себе у пациентов формирование образа себя как инвалида, которому нельзя никуда выходить, которому нужно сидеть дома. Он не может выполнять ряд функций, которые он хочет выполнять. И вот пациент сидит в своей фантазии, что он не может, когда он может, и не делает ничего, и страдает по этому поводу. И на самом деле, вроде бы ситуация крайне проста, но очень сложно пациенту вообще помыслить, что он может об этом сказать, близким или психологу, что я бы хотел вот это, но не могу. Для того, чтобы мы могли ему сказать, вообще-то можешь. Потому что пациент уже для себя решил, что он мало на что способен. Естественно, речь идет о переоценке ценностей, некоторые экзистенциальные проблемы. И мы много говорим с пациентами о сексуальности, особенно с пациентами молодыми, о том, как взаимодействовать с партнером. Потому что это очень важная история, налаживать контакт внутрисемейный, межличностный, вообще семейной терапии у нас довольно много в рамках работы с остомированными пациентами. У меня время доклада закончилось, я к выводам перехожу. Значит, если говорить как-то общо об адаптации онкологических больных с остомой, то мы можем выделять некоторые факторы, которые способствуют адаптации. То есть это восстановление социально-ролевого функционирования. Здесь мы занимаемся социально-ролевой адаптацией, подбираем для пациента удобные виды досуга и удобные виды профессиональной деятельности, если это требуется. И совместно преодолеваем трудности по поводу тревоги, депрессивных реакций, стыда и вины. Мы говорим о принятии нового образа жизни и формировании ответственности за свой новый образ жизни. Потому что это не доктор скажет пациенту, как тебе теперь надо жить. Пациент сам должен решить и спросить у доктора, а можно ли так. Доктор ответит, да можно, пожалуйста, живи так. Так, снижение изоляции важным фактором является, потому что чем больше пациент вовлечен в жизнь, тем он живее. И стома тогда будет просто частью его жизни, а не проклятием каким-то, с которым никуда не выйдешь, не поспишь нормально, не поешь и ничего. И естественно формирование образа я, телесного, психического и схемы я. Спасибо за внимание, у меня все. Продолжение следует...